привки малыши в последнее время я каждый день добавляю себе как минимум по три трека и я просто не мог не поделиться этими музыками с вами и знаете я заметил одну особенность в себе которая напрямую связана со сменой времени года никогда бы не подумал что это как-то реально влияет на человека так вот летом я больше расположен к так называемому рэпу и в целом к очень нейтральной музыки где главное чтобы биточек вот так вот делал чтобы пресса джумания бегит и чтобы кто-то рыбчуги накидывал понемногу а вот зимой во мне что-то перестраивается и я становлюсь пожирателем какого-то атмосферного и совсем другого музла и рэп в моем плейлисте встретить в это время года достаточно проблематично поэтому мы и начнем с паком узла под названием ноу-лейбл четкого названия этой сборки я дать не могу ведь сейчас вы услышите солянку из всего а 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 и зимой и всем что с ней связано я не могу сказать что мне нравится когда у меня отмерзает нос и текут сопли но если это оставлять за скобками то мы получаем заглушенную белую массу и нет не каловую а ту которая реально заставляет тебя подрубить в наушниках что-то атмосферное ведь идя по заснеженной улице где весь звук глушится из-за снега ты как будто преисполняешься как вы сами знаете кто блять да мне похуй на тебя блять слушай какая у тебя там тачка блять квартиры срачки там блять яхты все мне похуй короче я люблю зиму но и позитивчик тоже нужен поэтому вот вам несколько трючков улыбашек идите нахуй музыка Ну это то есть, когда я в микро тильте, веселый трючок, вероятнее всего, сделает мне только хуже. Типа такая небольшая несостыковочка. Я тут Dead Inside, вообще-то никаких нахуй веселей. Но такой звук в любом случае заставит вас подумать хотя бы о чем-то хорошем. Мне такой онрав. Без рэпа никуда, поэтому 21 савагия. И я не просто так взял все треки с релиза Without Warning. Даже на фоне Хёр Лосс, этот релиз мне кажется жестче и пизже в конце концов. Они идеально стакнулись с офсетом. Я даже помню, как слушал этот релиз впервые. Сидел, давил глину на толчке и качал головой. На этом релизе вообще все идеально стакнулось. Биты от метро Бумена, обложка, общее агрессивное настроение и стилек. На секунду прерву тебя, ок? Подпишись на мою группу ВКонтакте. Кайфовые пикчи с треками, анонсы видиков и приятная атмосфера по ссылке в описании. А также, если ты хочешь себе превьюху или же арт в таком стиле, то тебе точно стоит заглянуть в описание. Да, вы не ослышались именно о САП МОП. Этот релиз является моим самым любимым, хоть я нигде это никогда и не освещал. Конечно, я бы мог выделить отдельно Ракима или Ферга, да даже того же Наста. Но то, что они сделали вместе в 17-м, лучше всего того, что они делали по отдельности. Именно вторая часть Коузи Тейпсы доказала лично мне, что АСАП МОП это самое свежее и в то же время традиционная движуха в рэпчике. На релизе нельзя выделить какого-то одного исполнителя, который тащит на себе тейп. И даже если подмечать совсем мелочи, то само название Коузи Тейпс, что в переводе означает «немного немало уютненький» релизик, сразу бросается в глаза. Они не позиционируют себя как жесткий хасло мазафакеров, а наоборот, противопоставляют себя всей этой внешней блядской брутальной атрибутике нынешней индустрии. «Always strive and prosper» Да, такое быдло, как я, может такое слушать. Первый трек этой группы я добавил себе по совету обычный такой винишко тян, что перед прослушиванием заставило меня сразу предвзято отнестись к треку. И это такой некий совет, заранее думать, что фильм, трек, что угодно, говно, чтобы потом твои ожидания оправдались в разы. И еще больше мне нравилось то, что из всего рэперского мусора у меня в плейлисте были проблески в виде импалы. Вот, собственно говоря, и весь контент на сегодня. И ты реально думал, что я не поздравлю тебя с Новым Годом? Да ну, слышишь, как я могу так поступить? Вообще, я бы очень хотел, чтобы лично у тебя все получилось в этом году, чтобы ты не давал себе повода расстраиваться и нюхать какашки. Это же невкусно, дебил, переставай уже. Все будет хорошо, я отвечаю. Спасибо за внимание, еще услышимся.